приветствую друзья и гости канала всем огромный привет я много снимаю недвижимости в городе сочи живу уже 8 лет и сегодня я не буду вам ничего продавать я сегодня просто хочу для вас заснять обзор жилого комплекса фрукты сразу скажу так это мой второй обзор именно обзор не путайте когда я что-то пытаюсь кому-то продать не путайте с этим сегодня просто поговорим про жилой комплекс и попробуем определиться с плюсами и с минусами ну давайте развернем все-таки камеру и пообщаемся с вами и так картинка была у фруктов красивая красивая я понимаю что я живу в сочи я знаю что в 99 процентах случаях картинка на макете и готовый проект это всегда так скажем знаете это все равно что знакомиться с девушкой в контакте познакомились девушкой вроде красивая прекрасная все на свидание пришла думаешь нифига себе вот это да я тебя не узнал она зато я тебя узнала понимаете вот такое у меня было вот было у меня в 2016 году когда я переехал в сочи теперь что касается именно жилого комплекса который называется у нас фрукты на макете было все красиво показано рассказано их думаю блин ну 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 думаю мы то знаем мы то знаем в сочи да что обещает нас одно а по факту получается немножечко другое в итоге что получилось а знаете что получилось ребят знаете что и вы думаете что я сейчас буду хаять вы думаете что я сейчас буду ругать вы думаете что я ненавижу адлер вы думаете что я сейчас буду стебаться вы думаете что я там буду сейчас там не за прикапываться там не закажет Ну, знаете, кто пришел ради этого сюда, у меня к вам такое небольшое, знаете, небольшое будет для вас разочарование. Потому что я пришел в данный жилой комплекс, и я влюбился, мне здесь все нравится. И был бы данный жилой комплекс где-нибудь вместо острова мечты, и это был бы просто огонь. Ну и, конечно же, давайте пробежимся. Смотрите, площадочка новая, красивая, современная, мусора нет, ничего нет. Но как я могу взять и захейтить? Никак не могу, потому что не за что. Самое главное, это, наверное, вот что. Это просто отдельная песня. Посмотрите, посмотрите, ребят. Это, блин, волейбольная площадка, волейбольная площадочка. Сетка по всем нормативам сделана. Посмотрите, ну как все хорошо. Песок. Просто вышел и поиграл в волейбол. Такого я еще в Сочи не видел, честное слово. Я не видел, и вот, знаете, я как человек, который, естественно, связан со спортом, который любит спорт. И я вот этот момент осмотрю и думаю, блин, хотя бы просто из-за волейбольной площадки тебе уже хочется здесь жить. Я вам серьезно говорю, вот ни капли не обманываю. Говорю как есть. Конечно, если мы, например, посмотрим с вами снаружи, есть определенные вопросы. Вот это стекление начали. Кто-то убирает те самые железки, кто-то не убирает. Конечно, получился как бы немножко колхоз. Чем-то стал похож на жилой комплекс, который называется у нас урожайный. Есть определенный момент. Само собой, хоть и говорят, что места есть один к одному, все равно некоторым приходится парковаться вот именно здесь. И, конечно же, разжигаться будет некомфортно. Поэтому, опять же, я нахожусь днем, может быть, ночью здесь ситуация в корне другая. Но пока я вижу, что вот эта машина, например, надолго стоит и счастлива. Соответственно, здесь же мы с вами видим, что все равно остается не так много пути. Но самое главное, здесь вот эти вот конусы, которые стоят, которые уже водители немножко отодвинули. Вот здесь самое главное, что благодаря этим конусам не заезжает на тротуар. Потому что вот если бы этих конусов не было, то бы все эти прекрасные автомобили стояли бы на тротуаре. Ну да ладно, давайте гуляем дальше. Что еще? Зелень, да? Ну, она есть. Ее мало, но она есть. Она есть и дальше все будет разрастаться, будет лучше, лучше, лучше и лучше. Также, конечно же, в теннис, да, поиграть. Настольный теннис. Это, ну, реально тоже, я считаю, один из больших и жирнейших плюсов. Само собой, есть у нас место, где можно даже в том числе и полежать. Ну, как бы я считаю, очень круто. Есть такой вот мини-батутный такой, скажем, зал, где можно просто взять и попрыгать. Мелочь, конечно же, но приятная. Также, наверное, здесь можно на самокатах покататься. Ну, круто, я считаю, очень круто. Опять же, есть места, где могут родители сидеть и наблюдать за своими чадами. Мелочь, как говорится, но приятно. Плюс, опять же, да, вот здесь везде, да, там где-то там мелкая, у нас мелкий камешек, где-то песочек. Все хорошо. Вот здесь, вот в этом доме, здесь, конечно же, есть самое главное, это коммерция. Здесь открывается пекарня, еще что-нибудь. В общем, вот в этом месте есть возможность пользоваться всей инфраструктурой. Пока, потому что внутри ни одного магазинчика нет, а вот снаружи есть. И это большой плюс по отношению к жилому комплексу Альпийских кварталов. Потому что в Альпийском квартале внутри это проходной двор. А здесь, получается, люди могут коммерции подъехать, но сюда на территорию они зайти не могут. Это очень удобно. Это звездец, как говорится, как сделано по уму. Это действительно так, как говорится, как будто доктор прописал. Теперь, конечно же, погуляем еще дальше. Есть, конечно же, определенные моменты. Также здесь везде подсветочка, да. Посмотрите, да вот эти вот всякие вот... Я, конечно, понимаю, что, может быть, лет через пять здесь будет все плохо. Но, ребят, ну, пока-то здесь все хорошо. Пока-то все хорошо. И, в принципе, и с машинами никакого беспредела нет. Пока даже и автомобили стоят более-менее нормально. Так, как и должны стоять. И многие будут согласны, что приятно, приятно, когда есть порядок. Потому что все любят порядок. Даже те самые люди, которые обычно по-хамски себя ведут в подношении к другим, они все равно любят у нас тот самый порядок. Да, кстати, я забыл вам показать, там еще есть место для волейбола. Там играют люди, поэтому не будем мы с вами отвлекать. Полноценная... Ой, извиняюсь, полноценная теннисная площадка. Мелочь, как говорится, но приятным. Метраж здесь от 31 квадратного метра и там до 75, если не ошибаюсь. Может быть, в каком-то корпусе есть квартиры побольше, которые объединяли. Но, в целом, от 31 до 75. Самые популярные здесь были либо большие квартиры, либо вот маленькие полустудии и все. Так, конечно же, есть у нас и здесь 49 квадратных метров. Само собой, здесь пока еще штробят, долбят. Само собой, здесь еще немного-немного делают ремонты. Но, в целом, уже жить хорошо и комфортно. С одной стороны, ты когда смотришь на эти дома, ты понимаешь, что они напоминают тебе отрыжку 80-х годов. Какое 80-х? 70-х годов. Какая-то отрыжка, да? Все стекла простые, обычные, без какой-то артемальной подготовки, без серебряного напыления. Есть такое, да? Ну, согласны же? Согласна. Это колхоз со стеклением. Кто-то застеклил, кто-то не застеклил и так далее. Есть вопросы. Вопросы однозначно есть. Но, с другой стороны, я зашел в подъезд, а в подъезде-то все хорошо, прекрасно и замечательно. И я могу сказать, что по подъезду данный жилой комплекс фору даст многим жилым комплексам, которые построены и которые даже дороже, чем, например, данные. Этот жилой комплекс, я не могу сказать, что он дешевый. Он дорогой. Он реально дорогой, потому что, когда вы покупаете здесь себе квартиру, вы, по сути, живете не в Сочи, вы живете не в Адлере, вы живете не в Веселом, а у вас прописка на федеральной территории Сириус. Что значит федеральная территория Сириус? Что это означает? А это означает то, что здесь есть тот самый лицей. Крутой, блатной, крутой и так далее. И многие как раз именно продавали данный жилой комплекс, ориентируясь на лицей. Потому что были такие случаи, что если вдруг у вас прописка есть, то в лицее, который находится у нас совсем здесь недалеко, буквально в полутора километрах, вашего ребенка возьмут. Но, как показала практика, вашего ребенка не стали брать. Потому что для того, чтобы вашего ребенка взяли и он бесплатно учился, для этого нужно было сделать, точнее, сдать определенный тест. Тест на беременность. Но, о, нифига себе, нельзя пройти, что ли? Ну, как так-то, е-мое? Я думал, мы сейчас там зайдем, там выйдем, и будет все хорошо, прекрасно и замечательно. Ладно, обойдем. Здесь, кстати, волейбольная площадка немножко похуже, да? Там, где с песочком, совсем прям крутая. Прям крутая, 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 еще раз крутая. Так вот, начали покупать здесь квартиры, в том числе для прописки, чтобы дети учились в лучшем лицее страны. Да, не побоюсь сказать этого слова, именно лицея страны. Но, но в лучшем лицее страны сказали так. Эй, ребят, извините, но ваш ребенок, он как дерево. Он родился боу-бабом и будет боу-бабом тысячу лет, пока помрет. Поэтому, извините, он не потянет программу. А если вы хотите, чтобы мы из вашего деревянного ребятеночка что-то сделали нормальное, хорошее, подобное, то давайте сделаем так. Вы платите, пожалуйста, 119 тысяч рублей в месяц, и мы берем его и обучаем. Если вдруг мы поймем, что ваш ребенок действительно не такой тупой, как нам показалось, согласно тесту на беременность, да? Не такой тупорылый. То мы, соответственно, вашего ребенка переведем на бюджетную основу. Ну, а если окажется, что все-таки ваш ребенок, ну, скажем, не одаренный, все-таки у нас в лице это для одаренных, для талантливых детей, без разницы, где они прописаны, хоть в Сочи прописаны, хоть в Абхазии прописаны, хоть в Москве прописаны, да? Если ваш ребенок хороший, талантливый, то мы его возьмем бесплатно, и нам прописка не нужна. А так, пожалуйста, по прописке идите, пожалуйста, в сотую школу. И кто-то скажет, блин, сотая школа. Ребята, а я скажу так, вот здесь рядом находится сотая школа, и она же еще называется премьер. И это крутая школа. Это реально крутая школа. Это классная школа. Это обалденная школа, и она находится, самое главное, в пешей доступности. Это крутая, обалденная школа. Крутая. Вот здесь, кстати, я заснял для вас что? Коммерцию. Раз, два, три. Ну, и, конечно, давайте посмотрим коммерцию, которую вы можете здесь приобрести. 44 квадратных метра. Это отдельно стоящий корпус, куда можно подойти не только собственникам квартир, а их на секундочку 3000 семей. Ну, и, конечно же, конечно же, еще можно и с улицы. Поэтому мы очень красиво и удобно сделали. Кстати, вот если, например, кто-то хочет взять и черновую арендовать, стоит 4000 рублей с квадратного метра. И вы можете арендовать. Соответственно, два месяца вам дается каникул, вы сделаете ремонт, и все. И делаете, например, парикмахерскую, блинную, не знаю, там, пельменную, еще что-нибудь. Я не знаю, там, пиво здесь можно или нельзя. Я думаю, что если пиво можно было, здесь пивники будут давно заехали. Это надо уточнить. А так можете просто, я не знаю, можно просто сделать ремонт и даже самому жить. Потому что первый этаж, здесь высокие потолки, в отличие от всех остальных. И хорошее производение. Да, кстати, цена 25. 25 миллионов. Там плюс-минус 200 тысяч. Здесь есть еще три помещения. Ну, ориентируйтесь на 25 миллионов. 25 миллионов коммерции. Будет стяжка пола, батареи, соответственно, вентиляция сделана. И все остальные блага. Да, 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 да. Ну, увидели, увидели. Ну, да, конечно, ценник не радует, но ничего страшного. Теперь, что касается прописки. Пока непонятно, что дает прописка. Пока прописка ничего не дает. Если, например, москвичам прописка дает какую-то там пенсию повышенную, да, еще что-нибудь, здесь пока этого ничего не реализовано. Все гнались за пропиской в Сириусе, но пока никакого профита от этого не получили. Да, если вдруг вам нужна прописка в Сириус, то на данном этапе этот жилой комплекс будет самый доступный, самый безопасный и, наверное, самый интересный. Ну, серьезно говорю, вот прям вот, хоть бабушке не ходи. Это так. Поэтому, если вдруг кому-то нужна прописка в Сириусе, то вам добро пожаловать сюда. Конечно, до моря здесь идти, наверное, не самое лучшее удовольствие. Потому что, с одной стороны, вы идете по ровной поверхности, а с другой стороны, вам нужно 2 километра 400 метров пиндюхать. Понимаете? Не в пиндюхе вы меня. Есть моменты. Есть моменты. Но здесь есть и другие моменты. Понимаете? Вот именно здесь, вот именно тут вы можете спокойно иметь велосипед, вы можете иметь самокат, вы можете иметь мотоцикл, вы можете иметь друзей. Ой, извиняюсь, что-то я не то сказал. Ладно, иметь. Можете иметь, 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 иметь. Все, что ваша душе угодно. И на этом фоне, конечно же, конечно же, Добраться здесь до моря не сложно Есть, конечно, определенный момент В летний период времени Вот в этом месте Перед границей Абхазии Образуется просто лютейшая пробка Прям просто лютейшая пробка И, конечно же, экология Вот именно тут оставляет желательно лучшего Конечно же, если есть Роснефть Та самая Роснефть И знаете что? Самое интересное Вот они, да? Мы дошли Вот то, ради чего многие Именно сюда у нас бегут Посмотрите, да? Парковка для велосипедов Представляете себе? Парковка есть для велосипедов А здесь грех велосипед не иметь Здесь действительно можно доехать До той же самой набережной Сириус И спокойно покататься Ну, это очень круто, посмотрите, да? Велосипеды всякие Разные Мелочь, как говорится Но приятно Парковка-то, кстати, она есть Парковка-то большая Но просто всегда в каждом жилом комплексе Находится тот человек, который считает Что с парковки вот ему идти Ну, западло, зазорно и так далее И поэтому он ставит машину возле подъезда Где, по идее, должны были расчертить Желтенькими линиями И нельзя было парковаться Нельзя было парковаться Именно вот на этой линии Да, вот как бы Вот она парковка И парковка действительно, она свободная Парковка такая, какая должна быть Ну, когда это кого у нас останавливало Да, кстати, а вы знаете, что здесь еще есть Специальная прогулочная зона Именно для собак Мелочь, как говорится, но приятная Вот, зона для собак Где вы спокойно со своим питомцем Можете погулять И он будет именно вот гулять, понимаете И вы будете с ним гулять Я считаю, что это прям прекрасно Посмотрите, ну, это реально очень круто Очень круто Нифига себе, так она еще и большая Прогулочная зона для собак Представляете себе? Вот это заморочились Да, конечно, я согласен, что парковка есть Но я сторонник того, что Конечно же, лучше, чтобы парковка была твоя личная Здесь не хватает вот этого места Какого-нибудь двухуровневого Или трехуровневого паркинга Чтобы прям Жилой комплекс оказался Самым-самым идеальным Ну, не хочется искать машину По утрам Ты же можешь С кем-то разговаривать О чем-то переговариваться И просто можешь завтыкать и забыть Ну, на самом деле Парковок очень много Я не понимаю тех людей Которые все равно Вот, да, вот, Ауди, да Купять Ну, разве Вот, вот там парковка есть Вот здесь парковка есть Ну, разве Ну, нельзя Нормально Ну, зачем здесь ставить? И здесь был бы проезд гораздо комфортнее Ну, да ладно Кого дергать, как чужое горе? Все равно такие люди будут Если вас не устраивает, как некоторые паркуются То, извините Вам придется что сделать? Правильно Купить себе дом И дом купить где-нибудь подальше от всех Чтобы вас никто не раздражал Посмотрите, да Какие здесь есть хорошие автомобили Самое интересное Что ходят мифы Что чем лучше автомобиль Тем по-свински себя ведет Хозяин этого автомобиля А на самом деле Так, посмотрите Да Все самые хорошие топовые автомобили Стоят на тех местах Где они должны стоять Они стоят у нас На тех самых парковках Мелочь, как говорится Но приятно Согласны же? Согласна Вот за это вот прям Респект и уважение И походу здесь Эти машины Принадлежат одному человеку Наверное, дают просто в прокат Потому что Ну, одинаковые Поршики С одного региона Не знаю Мне очень пока нравится Прям нравится Теперь давайте поговорим Про минусы Минусы Хотелось бы Чтобы где-нибудь здесь Была бы хотя бы Одна парковка Какая-нибудь двухуровневая Чтобы можно было купить Себе парковочное место И не заморачиваться Но вот не хватает парковки Вот хочется, чтобы была парковка Серьезно говорю Хочется, чтобы была парковка Чтобы не было Такого форменного безобразия Это первое Второе Наверное, хочется, чтобы Раз дом продается На секундочку По 500 тысяч рублей За квадратный метр Наверное, хочется, чтобы И окна хотя бы Соответствующие были И хочется, чтобы Не было такого колхоза Кто-то стеклит Кому-то нельзя стеклить Ну, в моем понимании Вот как жилой комплекс Сокол Образец Там никто ничего не стеклит Потому что Там тебе за это Руки и ноги оторвут Нормально, нормально И здесь то же самое Если вы даете Например, вот здесь Прям хорошо Окна в пол Красиво застеклили А вот там Получилась У нас порнуха Какая-то получилась Понимаете Реально Порнография получилась И, конечно же Можно все стеклить В едином формате Тут даже Никто там Даже и не будет Прикапываться Ну, хотелось бы Чтобы порядка Было больше Со стороны управляющих Компаний Опять же Коммуналка Я не могу сказать Что коммуналка Низкая Но, ребята Вы посмотрите Какая большая территория Я уже пока здесь Погулял в окурку Уже устал Я вам серьезно говорю У меня уже Отдышка появилась Думаю Нифига себе Вот это Думаю, да Ух, нифига себе Кажется, что здесь Еще есть парковка Слушайте Вот уважаемые Жильцы Данного жилого комната Зачем вы туда Паркуетесь-то Как свиньи Я не говорю Вы, что вы все Такие Ну, есть Индивидуумы Которые нас Понаставили Я удивляюсь Я думал, что здесь Парковок не хватает А здесь реально Парковок очень много Поэтому, если кто-то Покупает квартиру И хочет немножечко Сэкономить Ну, бывает же такое Да Хочется сэкономить То добро пожаловать Как раз сюда Вы здесь парковку Можете не покупать Но хотелось бы, конечно Чтобы можно было Купить парковку Чтобы была такая Была возможность Теперь, что касается Для кого подойдет Данный жилой комплекс Ну, смотрите К примеру Вы переехали с Омска Или вы переехали С Новосибирска Где у вас Есть только один Единственный вид спорта Это хоккей Хоккей с шайбой К примеру Хоккей на костылях Да И, извините, пожалуйста Ну, в Сочи Вы не сможете жить И комфортно добираться Вот здесь, смотрите Тоже, да Отгородили Получилась такая зона хорошая Я, кстати Если бы покупал себе квартиру Взял бы вот именно этот корпус Здесь реально какая-то приватность Посмотрите, да Все красиво сделали Да, чтобы сюда даже Заезжать нельзя было Слушайте Ну, здесь прям хорошо сделали Посмотрите Хотя нет С той стороны Все равно у нас Кто-то взял Да подзабил на все Скажет Я паркуюсь Как хочу Правильно же? Правильно Да Кто-то у нас все равно Давайте мы сейчас пройдемся Посмотрите, да Вот здесь тоже, да Красивенько Песочек Да, комфортно Блин Не знаю Сейчас у меня Если кошаки смотрят Кошаки просто в восторге Скажешь, нифига себе Вот это для нас рай Я просто не понимаю Ну, есть же парковки Вот смысл, да Ну, здесь, наверное, у нас Наверное, у нас Секундочку Ну, да Как бы здесь Может быть, риэлторы приехали Ну, потому что Обычно, как бы Ну, простые люди Они бы так не позволили бы себе Китайский фольксваген Ну, по идее Вот, да Парковка с этой стороны есть Парковка с этой стороны есть Ну, здесь бывают просто люди Они прям, знаете, как бы Такая-то Как раньше была фракция Яблоко Против всего В целом Скажу так Кто купит здесь себе То или иное жилье Вы спокойно сможете Поставить Тот самый Свой Прекрасный Автомобиль Я вам серьезно говорю Вы автомобиль сможете Поставить Здесь И вариантов нет Да, кстати Здесь был Был промежуток времени Когда каждый Второй здесь Продавал Либо перепродавал Квартиру А сейчас здесь время прошло И сейчас время продавца Теперь продавец Диктует свои условия Потому что Хороших квартир Здесь осталось Очень мало И многие предпочитают Квартиру сохранить Потому что Это Наверное Единственный Жилой комплекс Который максимально Законный И беспроблемный Именно если мы берем С вами Локацию До железнодорожного вокзала Вот если мы берем С вами Абхазию И вот железнодорожный вокзал Адлер То это единственный Законный Безопасный объект Ну да ладно Давайте еще немножко Да Порассуждаем Если вдруг Вы приезжаете с Омской Либо с Новосибирской Ваши дети занимаются хоккеем То извините Вам придется искать Именно эту локацию Потому что Все хоккейные коробки Находятся у нас В Сириусе В самом Сириусе Вы ничего особо Купить не сможете Потому что Во-первых Там эти апартаменты Там квартирников нет Рядышком Все что есть Это все незаконное Которое сносит Вы сами понимаете В этом районе Снесли рекордное количество У нас Тех самых Домов Которые изначально Строились на земле И ЖС И которые через суд Было поменено Значение земли И тому подобное Поэтому извините Если захочется Вам покупать Что-то хорошее Добротное И самое главное Безопасное В Адлере То вам Именно сюда Поэтому продавцы Это прекрасно понимают Продавцы Это прекрасно знают И они держат Те самые Свои цены Они держат Именно те цены Которые Они Поставили Потому что Хоть здесь 3000 квартир Да Соответственно 3000 семей Но На данном этапе Например Здесь есть Такое понятие Как дефицит Жилья Например В воде Продаж Только остались Те самые Коммерческие Помещения Которые Можете купить Да Там 44 квадрата И так далее Если же Мы с вами Будем рассматривать Что-то другое Ну кстати Вот этот вариант Я точно бы Никогда в жизни Не рассматривал Потому что Здесь уже Какая-то депрессуха Есть Именно из-за Автомобилей Ну здесь уже Как бы-то Дискомфорт Хотя Говорю Я посмотрел Я думал сначала Что парковок Нет Нет Вот здесь Раздражало бы Потому что Ну это Мягко говоря Наверное Свинство Может быть Загрузка Разгрузка Не знаю Ну и Соответственно Что у нас Да Если мы с вами Будем подводить итоги Для многих Подойдет Кому нужна Ровная поверхность Кому хочется Кататься на велосипеде Кто хочет Передвигаться На мотоцикле Кто не хочет Доплатить Доплатить За парковку И так далее Для этих людей Это просто Шикарнейший вариант Поэтому Поэтому Я не ожидал Что Данный Жилой комплекс Прям реально Так сильно Зацепит И так Плюсы Еще раз Ровная поверхность Большая территория Дома Построены По федеральному Закону 214 Мелочь Как говорится Но Мелочь Приятная Также Помимо всего Вы сами понимаете Что То Именно Здесь Находится Тот самый Лицей Да Если вы Умненький И ваш ребенок Не тупой То его туда возьмут И тем более У вас еще и прописка Будет Хотя прописка На тот самый Лицей Она не действует Опять же Если вдруг Вы занимаетесь Хоккеем Да Или еще что-нибудь То тоже вам будет Здесь удобная Локация Именно для всего Этого Также Планировки Здесь хорошие Да 75 квадратных метров И давайте Конечно Посмотрим Квартиру 75 квадратных метров С ремонтом Ремонт Свеженький Не могу сказать Что супер 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 Евро Нет Но в целом Все сделано Хорошо И достойно Что Особенно в планировке Понимаете Здесь у нас Санузел И он Раздельный Мелочь Как говорится Но Приятно Потому что Вот здесь Мы с вами Видим Санузел Сам по себе Да Удобно Какая большая Семья Если вдруг Кто-то увлекся И смотрит Видеоролики Максима Коломейцева Обзора Другие Члены семьи Не будут страдать Что касается Кухни Она есть Вот она Кухня Это знаете Больше такое Про типовую Двухкомнатную Квартиру Где две комнаты И кухня Такая планировка Но Многим Она понравится Кухня Кстати Шкафчики Очень даже Красиво Все сделано Вид Конечно же Вид Вид у нас На площадочку Тишина Спокойствие И Действительно Вид такой Радует 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 Еще раз Радует Кстати Хорошо сделано Хорошо Кстати Везде теплые полы Где есть плитка Везде Теплые полы И конечно И конечно же Здесь имеется У нас Еще Такая Небольшая Гардеробная Она пригодится И Вот у нас Спальня Может быть Это был бы И зал Действительно Да Может быть И зал Ничего Ничего Тоже Плохого Нет И Зала У нас Тоже Вид на территорию 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 Еще раз Территорию В целом Все сделано Красиво О Здесь еще И горы Будет Видно Вот Эта квартира Классная Потому что Соответственно Вид на горы Посмотрите Какой огонь Просто Да Обалдеть Вот Это Вид Ну Просто Кто меня знает Давно Они знают Что мне Вид на горы Нравится Гораздо Больше Чем Вид на море Потому что Горы Это Энергия Это Сила Ну Кстати Вот здесь Должна быть По идее Спальня 75 Кв Цена А Да Цена Вам еще Цена 34 Миллиона Рублей 34 Миллиона Рублей Конечно Должно Сбоку Немножко Машинки У нас Находится Но В целом Ничего Не раздражает Не раздражает Если был бы Этаж Выше То мы бы Еще С вами Видели И море Ну Соответственно Те Квартиры Которые Высокие Соответственно У них Ценник Гораздо Выше Да Там Здесь Цена От этажа Очень сильно Зависела В том числе И От Стартовой Цены Ну В целом Все хорошо Сделано Не знаю Хотел бы Я себе такую Квартиру Или не Хотел Не знаю У меня Вот Сейчас Квартиру В 78 Клн Метров В острове Мечты Мне Почему-то Планировка Вот Больше Здесь Коридорчик Немножко Съедают Лишнего Хотя Если Здесь Поставить Большой Шкаф Купе Наоборот Будет Все Хорошо Нет В целом Это Наверное Самая Удачная Квартира В жилом Комплексе Фрукты Ну Лучше Вы Наверное Вряд Ли Надеюсь Планировку Классная Хорошая Планировка Да Кстати А потолок Не давит С потолком Здесь Все Хорошо С потолком Все Прекрасно Да И Здесь Да Вот Реально Ничего Тебе Не давит Смотрите Круто Я считаю Очень круто Кстати Здесь Всего Два Лифта Но Здесь Всего 100 Квартир Сейчас Кто-то Заплакал В Сочи Парке Где Два Лифта И 323 Квартиры Тут Всего Лишь 100 Квартир И В принципе Не Выглядит Как Общежитие Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Всего Лишь Восемь Квартир На этаже Также Конечно Все Занервно Все Прекрасно Все Замечательно И Ну Как бы Коридоры Простые Да Я не могу Сказать Что прям Супер Там же Дорого Такая Плитка Она уже Давно Не актуальна Тут Даже И Спорить Никто Не будет Но Ребят Здесь Есть Изюминка Это Первый Этаж А первый Этаж Такой Какой И должен Быть Соответственно Здесь у нас Места Где Курить У нас Нельзя И Вот Такая Красота Ну И Конечно Куда же Нам Посмотрите Да Какая Красота Мы Находимся В сливе Поэтому Здесь Слива Кстати По Квартирам Видите С 96 Квартира По 190 Меньше 100 Квартир Два Лифта Все Красиво Сделано Ничего Плохого Не могу Сказать Вот Такую Плитку Во всех Коридорах И было Было Совсем Прекрасно Все Красиво Сделано Тут Даже Разговоров Не Может Все Сделано Обалденно Потому Потому Если Возьмем Все Другие Жилые Комплексы Которые Сейчас Строятся Ну Делают Максимум 50 Квартметров А здесь Есть И 75 Квартметров И даже Есть Объединенные Квартиры Даже Поболее Также Конечно Парковку Вам не Нужно Дополнительно Платить Деньги За парковку Мелочь Как говорится Но Приятная Также Помимо всего Хочется отметить Что Здесь Какая-то Знаете Сама Атмосфера Здесь Такая Интересная Я Сейчас Здесь Нахожусь И Меня Как-то Прям Знаете Прям 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 Водушевляет И Если Честно Я посмотрел Здесь В основном Все У нас Приезжие Даже Машина Может Сориентироваться Все Как говорится Русские Да Так Интересно Внутри Армянско Армянско Абхазской Внутри Армянско Абхазской Границы Да Появился Такой Оазис Ну Действительно Оазис Где Ты Видишь Что Все Нормальные Культурные И Все Я Даже Не Одулюсь Если Машину Так Поставили Ну Наших Собратьев Ближайшие Ну Как бы Так Из Минусов Это Конечно Есть Здесь Квартира С низкими Потолками Ну Отрастительно Низкими Да У нас Стандарт Должен быть Три метра И тому подобное Это первое Второе Коммерция Пока еще Не так Сильно Развита Как хотелось Потому что По большому счету Как бы Хотелось бы Чтобы Коммерция Было больше Да Коммерция Появляется Видите Здесь Отдельно У нас Все это Отгорожено Но пока Не могу Сказать Что прям Появилось Прям Так Как должно Быть Также Помимо всего Помимо всего Из минусов Это Вот эти Окна Меня Темножко Раздражает И то Что Вроде Жилой Комплекс Новый Но уже Фасад Уже Немножко Подпорчен Ну Реально Фасад Уже Немножко Подпорчен Это Тоже Мягко Говоря Не совсем Устраивает Ну И конечно Еще Один Из минусов Это То Что Вроде Хотели Сделать Как лучше Вроде Все нормально Да Вроде Управляющая Компания Берет Такие Серьезные Деньги Но Бардак Он Все равно Есть Да В основном Приезжие Само Собой Потому Что Ну Как бы Не могут Все Такой Позволить Например Местные Если Мы Смотрим С вами Местные Да 193 Регион Они Стоят Это У нас 252 Регион Ему По Барабану Класть Не хотел На всех Остальных Как Тут Выезжать И тому Подобное 774 Регион Само Собой Ну И Соответственно Чем Хуже Машины Тем Хуже Они Себя Здесь Соответственно И Ведут Это Золотое Правило Хотя По большому Счету Можно Проехать И Спокойно Можно Поставить Автомобиль Потому Что Вот Здесь Уже Выезжать Делать Тот Или Маневр Уже Будет Сложно Говорю Как Есть Как Автомобилист Но Все равно Эти Все Минусы Я высасываю С пальцев Здесь Больше Человеческий Фактор Вопрос Хотел бы Я здесь Жить Скорее Да Ребят Чем Нет В Адлере Наверное Это Самое Единственное Место Которое Я Предпочел Именно Для Себя Потому Что Ровненькая Поверхность Все Красиво Все Прекрасно Берите Высокий Этаж У вас Будут Высокие Потолки В том Числе Если Вдруг У меня Появится Ребенок Само Собой Вот Здесь Просто Для Детей Просто Рай И Если Например Ты Посмотришь Ближайшего Конкурента Это Министерские Озера Но Министерские Озера Это Прям Людейший Эконом И Я Там Тоже Сниму Для Вас Обзор То Именно Здесь На Фоне Всего Этого Здесь Действительно Очень Круто Не знаю Мне даже И сказать Нечего Я Просто Как Маленький Ребенок Который Радуется В диком Неописуем Восторге Потому что Ну потому что Я не ожидал Я не ожидал Что будет Все так Хорошо Я ехал Если честно Я думал Сейчас возьму Там Раскритикую Там Просмотров Получится Больше Там возьму Как пройдусь Там по самой Небалуюсь Понимаете Ну серьезно Вот я ехал Сейчас с таким Настроением А приехал Думаю Блин Думаю Ну я же Буду Дебилоид Если я Просто буду Просто обсирать Жилой комплекс На пустом месте Я сейчас Могу Только обсирать По одной простой причине Потому что Особо Особо Здесь ничего И нет Опять у нас 152 регион Опять у нас Машина появилась Армения Ну понятно Как бы Они считают себя Хозяевом мира Здесь у нас 35 регион Про что я вам говорю Вот Парковка Ребят Давайте посмотрим Вот она Парковка И Парковка Она свободная Можно было Спокойно Поставить Автомобиль На Парковку Вот она Парковочка Да Мест Очень много Свободных Вы видите Да И все равно Вот этот момент Меня бы Раздражал бы Потому что Эти вот ребята Которые выезжают Им некомфортно Делать маневры Особенно Если кто-то еще Проезжает Ну реально Некомфортно Делать Те или иные маневры Но факт Остается фактом Если например Мы с вами Дойдем До жилого Комплекса Фрукты А фрукты Мы тоже Наверное С вами Отснимем Вы конечно Почувствуете Разницу И поэтому Конечно же В фруктах В фруктах Стоит Квартира Дешевле За квадратный метр По отношению Вот именно К данному Жилому Комплекса Точнее Урожай Извиняюсь Урожай Фрукты Конечно же Я считаю Это топчик Кто-то скажет А если сравнить С морской симфонией Морскую симфонию Мы с вами Отснимем Но Я скажу так Морская симфония Нервно Курит В сторонке Я вам серьезно говорю Она нервно Курит в сторонке По сравнению С данным комплексом Потому что Такой размах Такой подход Так все красиво сделали Я считаю Что данному Жилому комплексу Фрукты Пока Конкурентов нет Потому что Понимаете У каждого Вот по цене Есть Здесь квартира Стоит столько же Сколько в острове мечты В острове мечты 75 квадратных метров Стоит примерно 35 миллионов рублей И здесь Ценник Примерно Тот же самый Понимаете По цене Есть А вот Именно по такой Территории По такому Подходу Вот эти Бонусы В виде прописки Бонусы В виде Море Там Что можно На мотоцикле На велосипеде На мопеде На тещи Там можно Передвигаться Летать Я считаю Я считаю Что конкуренции Фруктом Просто Нет Если у меня Представится Шанс Я буду Покупать себе Квартиру Я обязательно Здесь Себе Куплю Я не ожидал Что я влюблюсь В данный Жилой комплекс Ну что я могу сказать Неометрия Вы красавцы Вы молодцы Вы реально Уделали всех Вы красавцы Я серьезно говорю Извиняюсь За весь хейт Который был В вашу сторону Ну я думал Что вы как нормальные Сущенские застройщики Пообещаете Всем одно По факту Получите другое А вы красавцы Вы удивили меня Респект и уважение Знал бы Что будет именно так Я знаю Что здесь были Рассрочки Ипотеки Льготные Я бы конечно Всегда бы вложился Всем добра И пока